Благоустроенные детские площадки, освещенные дворы и тротуары. В Дежгородской области уже несколько лет существует проект инициативного бюджетирования, где жители сами предлагают объекты для благоустройства. Саров принимает активное участие в этой программе. В 2020 году в городе реализуют 10 проектов, которые победили по итогам голосования в прошлом году. По всем контрактам и в соответствии с теми требованиями, которые определены, по выполнению данных работ вам решать окончание контракта в сентябрь. Пока на сегодня каких-то опасений, то есть до конца сентября, на сегодня каких-либо опасений о том, что работы в рамках этих сроков не будут выполнены, нет. Два проекта связаны с установкой освещения на проспекте Ленина. От проспекта Музруково до улицы Шверника и во дворе домов 34 и 36. Благодаря активному голосованию жителей город получил дополнительное финансирование, осветил и эту часть старого района. Непосредственно этот проспект, по нему многие годы обращались, здесь прогулочные зоны, здесь горожане хотели, чтобы у них было безопасно, светло, поэтому наконец-то удалось реализовать и эту проблему. Во дворе домов на Ленина 33 и 35 и Александрович 31 будет несколько зон. Уже установили детский комплекс для ребят помладше. Остальное оборудование должно поступить в ближайшее время. Готова площадка под настольный теннис и для занятий воркаутом. В двух дворах, на Некрасово 13 и на Курчатово 13, работы завершили. Кстати, проект по последнему адресу самый дорогой – 4,5 миллиона. Здесь игровой комплекс и зона для воркаута и тренажёры. Всё это установлено на прорезиненном покрытии. Большой труд проделан и инициатива граждан, всё-таки чтобы следили за данными комплексами, воспитывали своих детей, чтобы они не портили их. Ну и в принципе эти покрытия, конечно, не для рисования, это не асфальт. Тем не менее, буквально недавно уже первые рисуночки появились. Чтобы подобный городок или площадка появились и в вашем дворе, необходимо сформировать инициативную группу. Жителям нужно примерно представлять, что они хотят, обратиться с этой идеей в департамент городского хозяйства. Специалисты объяснят, какую процедуру провести. А дальше всё будет зависеть от активности горожан. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.